Мы не откроем Америки, утверждая, что поезда движутся не только по прямой, но и поворачивают. Как, впрочем, и большинство транспортных средств. Но чтобы научить этому поезд, пришлось изрядно поломать голову. Вот в чём проблема. Посмотрим на траекторию колёс при прохождении поворота. Расстояние, пройденное колёсами, расположенными с наружной стороны поворота, больше того, которое проходит внутренние колёса. Когда поворот осуществляет автомобиль, проблемы не возникают. У автомобиля каждое колесо вращается само по себе. Поэтому при повороте наружные колёса могут делать больше оборотов. И, следовательно, проходит большее расстояние. Так поворачивает автомобиль. Но вот железнодорожные колёса. Два колеса и ось – одно целое. Эта деталь так и называется – колёсная пара. Колёсам, намертво соединённым осью, никогда не сделать разного числа оборотов. Но как же тогда повернуть? Объясняем. Возьмём колёса различного диаметра. Сделаем один оборот и тем, и другим. Вот путь, пройденный большим колесом, а вот маленьким. За один оборот колёса прошли разный путь. Кажется, решение найдено. Если соединить эти колёса осью, то конструкция будет всегда совершать поворот. Причём в сторону маленького колеса. Да, но у колёсной топары колёса одинаковые. Это верно лишь отчасти. Смотрите. На этом станке обтачивают колёса. Им придают особый рельеф. Обратите внимание на фрезу. У неё режущая поверхность скошена. Профиль колеса в точности повторяет форму фрезы. Диаметр наружной части получается меньше диаметра внутренней. Поэтому, если сдвинуть колёса относительно рельсов, то получится, что по ним катятся колёса разного диаметра. Заходя на поворот, вагон по инерции будет стремиться двигаться вперёд. А рельсы уже начнут поворачивать, уходить из-под него вправо. И колёсные пары сместятся относительно рельсов точно так, как нам требуется. Левое колесо будет двигаться по рельсу участком большего диаметра. А правое – меньшего. Смещение колеса поперёк рельса может происходить до тех пор, пока колесо не упрётся в рельс гребнем. Так называется вот этот выступ. Максимально возможная величина сдвига составляет всего 3 сантиметра. Поэтому поезд может совершать только плавные повороты, радиус которых не меньше 130 метров. Так, придумав оригинальную конструкцию колёсной пары, инженеры научили поезд поворачивать. Не правда ли красивое решение? Субтитры создавал DimaTorzok